Ирвин Шоу. Растревоженный эфир. Посвящается Мартину. Глава 1. На обшитой звукопоглощающим материалом стене висели часы, длинная стрелка которых, отсчитывая минуты вечера четверга, приближалась к нижней точке. До половины десятого оставалось всего ничего. Негр в кашемировом пиджаке и со шрамами на щеке всматривался сквозь очки в листке с текстом, зажатые в его руках, проговаривая ремарку на репетиции, показавшуюся всем присутствующим очень забавной. 15 миллионов слушателей смеялись. Должны были смеяться. Или не смеяться. Но последствия их реакции могли сказаться лишь позже, при заключении очередного контракта. У пульта Клемент Арчер, отделенный от студии звуконепроницаемым стеклом, помахал рукой, показывая, что они не укладываются в отведенное время. И тут же Виктор Эррес, стоявший рядом с негром, заговорил чуть быстрее, чем обычно, сокращая паузы. Потерянные секунды удалось отыграть. Убедившись, что этот четверг остался за ними, Арчер откинулся на спинку стула, всматриваясь в актеров, находившихся по другую сторону стекла. Сладкоречивые рыбки в чистеньком аквариуме, они то подплывали к кормушкам-микрофонам, то уплывали от них, и их голоса и звуки музыкальных инструментов из другой комнаты аккуратненько смешивались с звукоинженером, который сидел в наушниках за пультом рядом с Арчером. Музыка набирала мощь, и дирижер выделял трубача гораздо больше, чем хотелось бы Покорны, автору этой композиции. Арчер не сомневался, что Покорны, который устроился на краешке стула за его спиной, сейчас недовольно морщится. Арчер повернулся. Покорны морщился. Он никогда ничего не скрывал. Толстые обвисшие щеки, маленькие бесцветные глазки за стеклами очков, розовый ротик бантиком мгновенно отражали любую мысль, мелькавшую в голове композитора. Вот и сейчас красноречивой мимикой он стремился сообщить всему миру, что не несет никакой ответственности за те звуки, которые этот мисник-дирижер вытягивает из своего оркестра, что американцы играют слишком громко. Он об этом предупреждал, боролся изо всех сил, но, как обычно, потерпел поражение, потому что он иностранец. Арчер улыбнулся и вновь посмотрел на актеров. Музыка ему нравилась. Он потер лысину. Волос Арчер лишился к 25 годам, но в процессе приобрел вредную привычку хвататься за макушку несколько раз в час, словно стараясь убедить себя в том, что плохие новости явь, а не плод его воображения. С той поры минуло аж 20 лет. Никаких подтверждений больше не требовалось, но маковку он тер по-прежнему. Музыка смолкла. Завершающая сцена плавно катилась к последней фразе. По другую сторону студии, в галерее, отделенной от нее еще одним звуконепроницаемым стеклом, сидели О'Нил, представитель агентства, продюсировавшего программу, и спонсор. На лице спонсора отражались не радость, не тревога, а чувство собственного достоинства. «Будем считать, что он всем доволен», подумал Арчер и вслушался в длинный диалог Эрреса. Сцена закончилась, грянула музыка. Покорный вновь скорчил гримасу, но уже не столь выразительную. Диктор хорошо поставленным голосом отрекламировал продукт. Чувство собственного достоинства не покидало спонсора ни на секунду. Прогремел и стих последний музыкальный аккорд. Инженер отключил звук. На несколько секунд в студии повисла благословенная тишина. Арчер моргнул и поднялся. В студии актеры оторвались от микрофонов и заговорили. Арчер похлопал звука инженера по плечу. «Ты молодец, Джонни. Никогда в жизни не видел столь артистичного звука инженера. Такие элегантные движения левой руки. Такая власть над музыкантами. Такой контроль над представителями Американской Федерации Актеров Радио». Американская Федерация Актеров Радио и началу только Радио. Профсоюз, основанный в 1937 году и объединяющий актеров, певцов, дикторов и специалистов некоторых технических специальностей, обеспечивающих радио и телетрансляции. Здесь и далее примечание переводчика. Бревер, звукоинженер, заулыбался. Эррес поднял голову, посмотрел в пультовую, нашел взглядом Арчера и приглашающий вскинул руку, словно держал в ней стакан. «Характерный актерский жест», — Арчер кивнул Эресу. «Как, по-твоему, Джонни, что у него в стакане? Пиво или бурбон?» Он двинулся к выходу мимо Барбанта, который все еще сидел на стуле, постукивая сигаретой по тяжелому золотому портсигару. Барбанта писал сценарий программы, и обычно в такие моменты лицо его становилось иронически воинственным. Невысокого роста, широкоплечий, черноволосый, он одевался как дипломат и всегда благоухал дорогой туалетной водой. После передачи Арчер не любил общаться с Барбанты. «А сценарий очень даже ничего», — Арчер чуть поморщился. Не нравился ему запах туалетной воды. «Ты со мной согласен, дом?» «Я-то думал, что сценарий превосходный. Иначе и не скажешь». Сэр Артур Уинг Пиннеро дважды перевернулся в могиле от зависти. Пиннеро. Артур Уинг. 1855-1934 годы жизни. Английский драматург. «Сообщение для всего творческого коллектива». Арчер смотрел на Барбанта, которого, мягко говоря, недолюбливал. «С этой самой минуты критика сценариев оплачивается из гонорара автора». «Ты меня спросил, амиго?» — Барбанты широко улыбнулся. «Я тебе ответил. Со следующей недели могу попросить прибавки». «Мистер Арчер, мистер Арчер!» — подал голос Покорны, который, стоя за спиной режиссера, надевал длинное пальто. Арчер уловил в его тоне жалобные нотки и тяжело вздохнул, поворачиваясь к композитору. Покорно уже обмотал шею шерстяным шарфом. Рыжеватый твидовый костюм был ему велик, брюки волочились по земле. На розовом пальто, там, где оно облегало животик Покорны, темнели жирные пятна. Длинные редкие седые волосы свисали из-под широких полей черной велюровой шляпы. Покорно выглядел, как кавалер, отвергнутый слабоумной гувернанткой, дядя которой играл в военном оркестре. Композитор подошел к Арчеру и схватил его за руку. «Мистер Арчер, при всем моем уважении к вам, я считаю необходимым отметить оскорбительное поведение дирижера». Говорил он с певучим венским акцентом. Никогда не моргал, и у Арчера создавалось впечатление, что композитору, когда он вел речь о своей музыке, хотелось сесть к собеседнику на колени. «А мне показалось, что с музыкальным сопровождением у нас полный порядок, Манфред. Из вежливости Арчер назвал Покорны полным именем, зная, что привычного уменьшительного Мэнни тот терпеть не может». «Возможно, не мое дело затрагивать эту тему», — еще крепче вцепился в руках Арчера Покорны. «Но я чувствую, что мой долг сказать вам, каждая нота сыграна на сто процентов фальшиво». Влажные губы Покорны задрожали. «Я просто хочу, чтобы вы знали мое мнение. Дирижер отказывается говорить со мной, вот я и ставлю вас в известность о том, что переходы должны быть резкими, острыми, как грани бриллиантов. Мы же имеем поток сентиментальности, не агару взбитых сливок, рейн-патоки». Арчер улыбнулся и осторожно высвободил рукав. «Я знаю, Манфред. Вы правы. На следующей неделе я приму меры. Положитесь на меня». Арчер вышел из пультова и спустился в студию. Барбанта последовал за ним, перебросив через руку черное пальто из мягкой ткани, и направился к мисс Уилсон, самой симпатичной из артисток, занятых в программе. Та разговаривала в углу с другой актрисой, исполнявшей характерную роль, и делала вид, что совсем не ждет Барбанты. «Роста в нем от горшка два вершка. Физиономия осмотреть не на что. Кто бы мог подумать, что такие вот красотки будут ждать Барбанты, этого надушенного холостяка?» — с завистью подумал Арчер. «Должно быть, есть в этом коротышке особенное качество, оценить которое могут только женщины. Причем с любого расстояния, вплоть до мили. А в условиях плохой видимости — по приборам». Арчер увидел, как на губах девушки расцвела нервная улыбка, свидетельствующая о том, что она готова сдаться на милость победителя, и отвернулся, недовольно хмурясь. Но к нему уже спешил Элис Уэллер, и суровые морщины на лице Арчера тут же разгладились. Элис все старались гладить по шерстке, ведь жизнь у нее вообще складывалась неудачно, а в последние два года она катастрофически старилась. «Как я сегодня?» — спросила Элис, близорукощурясь. Она уже надела свою ужасную шляпку, которая сидела у нее на голове как хлебница. «Во второй сцене я все сделала, как ты и хотел?» — низким молящим голосом спросила она. «Сегодня ты была неподражаема», — ответил Арчер. «Как всегда». «Спасибо». Элис покраснела от удовольствия, а ее пальцы забегали по сумочке. «Очень приятно слышать от тебя такие слова». Стараясь изгнать мольбу из голоса, Элис добавила. «Может так случиться, что я понадоблюсь тебе на следующей неделе, Клемент?» «Конечно», — воскликнул Арчер. «Я в этом почти уверен. Я тебе позвоню. Надеюсь, сходим куда-нибудь на ланч». «Вот было бы здорово», — живо откликнулась Элис. «С нетерпением буду ждать». Арчер наклонился и поцеловал ее в щеку. «До свидания, дорогая». Отходя, он заметил, что Элис вновь покраснела. «Азартные игры», — говорил Эррес, когда Арчер подходил к нему. «Азартные игры — проклятие человека труда». Он и Стэнли Атлас играли в Орла и Решку. «Одну минуту, Клемент. Должен же я его обчистить». «Стэнли», — повернулся Арчер к актеру-негру, который полез в карман за новыми монетами. «Сегодня ты опять затягивал». «Правда?» — Стэнли достал два четвертака. «Ты знаешь, что затягивал». В голосе Арчера слышались нотки раздражения. «Ты бы попытался рассмешить и смерть!» Атлас улыбнулся. Когда он улыбался, двойной шрам на щеке начинал напоминать кавычки. Лицо у Атласа было очень спокойное, и едва ли кто мог подумать, что он когда-то бывал в местах, где в драке люди пускают в ход бритву. Модная одежда, литературная речь. Лишь легкий акцент указывал на то, что детство его прошло в Тампе. «Мои слушатели ждут от меня этого, Клемм». Атлас подкинул два четвертака. «Голос черного ленивого юга. Реки, неторопливо несущие свои воды, ивы на берегах, мулы на пыльных дорогах». «Когда ты в последний раз видел мула?» — спросил Арчер. Атлас снова улыбнулся. «В двадцать девятом году?» «В кино». Тем не менее, Арчера раздражало это умиротворенное черное лицо над белым воротничком. «Отныне я прошу тебя прибавить скорости. Говорить быстрее». «Да, босс», — кивнул Атлас. «Конечно, босс». «Будет исполнено, босс». Он повернулся к Эрресу и через несколько мгновений остался без двух четвертаков. В студию, застегивая пуговицы пальто, вошел О'Нил. Пальто — это отороченная норкой. Ему подарила актриса жена, купающаяся в деньгах. Иногда он надевал и котелок. Арчера восхищала смелость О'Нила, появляющегося на людях в пальто, отороченном норкой, да еще и в котелке. В данный момент О'Нил придал своему лицу очень серьезное выражение, которое шло ему, как бородка Олдермену. «Ага», — улыбнулся Эррес. «Отороченный норкой О'Нил?» «Привет, Вик», — поздоровался О'Нил. «Стэнли, Клемент. Хорошее шоу. Спонсор доволен». «Сегодня мы умрем счастливыми», — заверил его Арчер. «Клемент и я собираемся выпить с моей женой», — сказал Эррес. «Составишь нам компанию?» «Спасибо», — ответил О'Нил. «Не могу». «У меня дела». Он посмотрел на Арчера. «Клем, можно тебя на минутку?» «Через минутку вернусь», — пообещал Арчер Эрресу и последовал за О'Нилом в дальний угол. Студия практически опустела. Лишь звукорежиссер сидел за роялем и наигрывал мелодии песен. Сейчас вот звучала «Ля Виан Роз». «Жизнь в розовом свете», — французский. Звукорежиссер напрочь забыл о тех звуках, за которые получал деньги. Шум дождя, шаги по дорожке, усыпанные гравием, скрежет сталкивающихся автомобилей. Он переключился на мелодию песни о несуществующем теплом острове посреди Южного океана. Играл он плохо, но зато с чувством, и слушатели сразу понимали, что звукорежиссера очень тянет в те далекие спокойные меланхолические дали. О'Нил остановился и повернулся к Арчеру. «Послушай, Клемм», — прошептал он. «Один человек устраивает нашему спонсору небольшую вечеринку, и он хочет, чтобы ты пришел». «С удовольствием». Арчер никак не мог взять в толк, почему О'Нил потащил его в дальний угол и перешел на шепот. Сообщение на секрет явно не тянуло. «Мы только заскочим в лу и заберем Нэнси Эррес и приедем. Какой адрес?» О'Нил покачал головой. «Нет», — вновь зашептал он. «Эрреса не приглашают». «А», — протянул Арчер. «Ну тогда извини». «Спонсор хочет поговорить с тобой». «В любое время с девяти до пяти». «Спонсору скажи, что после работы со мной договариваться сложно». «Хорошо», — чувствовалось, что О'Нил с трудом сдерживается. «Я ему совру, что у тебя разболелась голова». «Ложь — основа современных общественных отношений, так что деваться нам от нее некуда, Эмит». О'Нил ответил долгим взглядом темно-синих глаз. Взгляд был дружелюбным, хотя в нем и читалось некоторое замешательство. О'Нил чем-то напомнил Арчеру-бульдога, который пытается общаться с людьми, но не знает, чем восполнить отсутствие дара речи. «Извини, Эмит. Я обещал Вику, что поеду с ним». «Понятное дело», — О'Нил энергично кивнул. «Не бери в голову». «Сможешь заглянуть завтра в мою контору? Мне надо тебе кое-что рассказать». Арчер вздохнул. «Пятница у меня выходной, Эмит. Нужно ли так спешить?» «Скорее да, чем нет. Дело важное. Как насчет одиннадцати?» «В половине двенадцатого. Завтра мне захочется выспаться». «В половине двенадцатого». О'Нил надел шляпу. «Только не звони мне, чтобы сообщить, что не сможешь прийти». «О'Нил, ты эксплуататор!» Во взгляде Арчера появилось любопытство. «А в чем, собственно, дело?» «Я скажу тебе завтра». О'Нил вышел из студии, не попрощавшись ни с Эрресом, ни с Атласом. Звукорежиссер все сидел за роялем и теперь сражался со сложной аранжировкой «Волшебного вечера». В музыке слышалась великая печаль, словно он сообщал слушателям о том, что всякий раз, когда влюблялся, ему давали отворот-поворот. Арчер покачал головой, забыв о Бо-Ниле и его проблемах до завтрашнего утра. Взяв пальто и шляпу, он направился к Эрресу, который освободил кармана Атласа от мелочи, и теперь читал газету. «С делами покончено», — доложил Арчер. «Пора и развеяться». «Хит сезона — убийство из милосердия», — Раскивнул на газету и надел пальто. Вдвоем они направились к двери, на прощание махнув руку Атласу, который дожидался приятеля. Врачи с инъекциями воздуха, мужья с мясницкими ножами, дочери с полицейскими револьверами. В эти дни милосердного насилия выше крыши. Общество открывает совершенно новый путь к святости. На суде над военными преступниками по окончанию следующей войны защищать их будет общество сторонников эвтаназии. Эвтаназия — умершвление безнадежно больных по гуманным соображениям. «Они, конечно, скажут, что водородная бомба сброшена из жалости. Чтобы спасти население города, а то и страны от мучительной смерти от рака в частности и от тяга жизни вообще. Весомый аргумент. Кто решится вынести обвинительный приговор?» Арчер улыбнулся. «Я знал, что кто-нибудь наконец-то докажет, сколь опасен для здоровья прямой эфир. Всем чиновникам от радиослужебная записка будьте осторожны, имея дело с прямым эфиром. Они вошли в кабину лифта, чтобы выйти из нее двадцатью этажами ниже, навстречу порывам холодного ветра. Светились витрины, тротуары приятно удивляли чистотой, мимо медленно проползали свободные такси. Арчер чувствовал, что вечер только начинается, и впереди их еще ждут славные дела. Он зашагал к Верхнему Манхэттену. Эррис пристроился рядом. Оба высокие, широкоплечие. Правда, Эррис был почти на десять лет моложе. Эхо их шагов отдавалось от стен домов. Шли они на север, навстречу ветру. — Что с О'Нилом? — спросил Эррис. — У него было такое лицо, будто Инженю укусила его за зад. Арчер усмехнулся. — С Виктором надо держать ухо востро. Он вроде бы ничего не замечает, а на самом деле от него не ускользает ни одна мелочь. Его внутренний барометр улавливает малейшие изменения эмоциональной атмосферы. — Не знаю. Может, спонсор чихнул во время рекламной паузы. Или гардеробщица погладила норку против шерсти. — Норка, — кивнул Эррис. — Парадная форма. Надевается на парады, на заседания военного трибунала и при демобилизации. Как, по-твоему, теперь, когда О'Нил так тепло одет, он будет голосовать за республиканцев? — Я в этом сомневаюсь, — с самым серьезным видом ответил Арчер. Вся семья О'Нила страдает от привычной травмы теннисного локтя.